Угомонить эго? Ну зачем его угомонять? Ну то есть эго это чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства, оно опирается на благочестие. Чем больше было благочестия, тем больше человек чувствует в себе уверенности, сил. И это само по себе неплохо. Просто нужно это все использовать на благо других. Не пытаться для себя это все делать на благо других. А зависимость от мнения других это тоже хорошая вещь. То есть человек, когда он выслушивает мнение других, он изучает, как кто думает. Это хорошо. Но любое мнение надо проверять, потом изучать. Ну сам процесс познания, он достаточно длительный. То есть само по себе то, что услышал мнение, это не значит, что это правда. Нужно это все потом проверить, идти дальше, пока ты не убедишься, что это истина. Нужно на практике проверять все. Мнение, есть два способа познания. Есть познание из сердца, изнутри себя. Есть познание через других. И то, и другое хорошо. У разных людей по-разному это работает. Некоторые люди больше интуитивно чувствуют истину и проверяют ее. Другие больше склонны изучать от других и проверять. Но само по себе мнение кого-то не означает истина. Истина, она приходит в жизнь человека только через опыт. Если человек опыт не получил, то это не является истиной для него. Это внешнее ощущение истины. Когда наступает тяжелый период, человек не может идти этим путем, потому что он не уверен. Потому что это непроверенный путь. Зависимость означает, что не хотите совершать усилия. Как вы ужасны в следующем моменте? Все ли вы говорите об этом в следующем моменте? Знаете, это психологический прием. Сейчас люди бабло зарабатывают на people. Do it people. И для того, чтобы people доить, для этого нужно какие-то фразы, хорошие фразы иметь. Там, допустим, визуализируй. Вселенская любовь. В настоящий момент погружайся. И people это хавает. People хавает. Ладно, а если без шуток, то это, мои дорогие друзья, очень сложная тема. Потому что реально в настоящее время связано с духовной реальностью. Вот человек, который очень глубоко погрузился в настоящее, он на самом деле святой. И это возможно только когда есть святость. Чем более святой человек, тем больше он живет настоящим счастьем, которое сейчас есть. Потому что грехи человека или в прошлое тянут его. То есть он сожалеет о том, что было. Человек плохой поступок совершил и сожалеет о том, что было. Это в прошлое тянет его сознание. Или он мечтает. Мечта это то, что человек испытывал в жизни когда-нибудь, какое-то счастье. Он хочет его испытывать вновь. Это мечта. Это человек прошлое с будущим путает. И он хочет испытывать вновь. И человек, кто хочет испытывать вновь счастье, в будущее погружается, то сожалеет о том, что было. То есть грехи так действуют. Но когда грехов нет, сердце чистое, святой человек, то тогда он не сожалеет и не ждет ничего. Он просто прямо сейчас счастлив. Но это очень сложная вещь. И поэтому есть другой способ, как правильно действовать, жить. Нужно стараться людям приносить благо какое-то. Заставлять себя желать счастья другим, по-доброму относиться к людям, прощать, терпеть. И вот когда человек прощает, по-доброму относится, он в это время свою душу включает в процесс служения. И когда процесс служения начинается, то человек приближается к настоящему, потому что душа пробуждается. Пробуждение души – это означает жить в настоящем. Также контакт с настоящим усиливается во время аскез. Допустим, ты пробежку делаешь по морозу, и у тебя прямо жизнь пошла в настоящем. Когда в прорубь залез, тоже настоящее только есть. Ни прошлого, ни будущего. Только в настоящем находишься. Больше тебя ничего не интересует. Вот. Или когда человек любит кого-то, он тоже в настоящем находится. Грянет весенний гром, ливень, как из ветра, из ветра. Как хорошо вдвоем нам с тобой до утра, до утра. Ты у Калины жди, я к тебе прибегу. Вот. Ну, то есть, когда любовь, тоже человек в настоящем находится. Когда он контактирует с природой. Когда общается с добрыми людьми, он тоже в настоящем находится. Когда человек добрые дела делает, там, пища жизни, кормит людей. Смотрит, как они кушают, бедненькие, голодные. Вот так. И ты их кормишь. Тоже в настоящий человек погружается. Счастье испытывает. Вот. А вот эти чисто психологические прикольчики, типа, давай себя из прошлого, из этого. То есть, механическо это не происходит. Механически это не работает. Типа, я себя из будущего, из прошлого вытягиваю и в настоящем. Оп. В настоящем. Понимаете? То есть, или как они говорят, все время отмечают для себя, отмечают, что я в прошлом сейчас. Оп. А я в настоящем. Теперь в настоящем. Оп. В настоящем. Есть жизнь в невежестве, есть жизнь в страсти и есть жизнь в благости. В жизни в невежестве человек не скрывает свои грехи. Ну, то есть, наглость. Что такое наглость, второе счастье? Это когда человек всем показывает свои грехи. Вот там. Ну, погоди, вот этот вот волк там шел такой. На-на-на-на-на-на. Такой, ну, такой пузо вперед. Такой идет. Вот. Я обманывать себя не стану. Завелась тревога в сердце близком. Отчего прослыл я шарлатаном? Отчего прослыл я скандалистом? Такой. Ну, то есть, человек как бы на понтах. Он как бы всем показывает свои грехи. Типа, это круто. Грехи иметь круто, да? То есть, невежественные люди ничего не скрывают. Но они показывают всем свои грехи. Люди в страсти из себя что-то делают. Вот это все психологические тренинги. Это из себя надо что-то делать. Вот он, как психологический тренинг начинается. Или там, допустим, ну, вот человек, допустим... Здравствуйте, дорогие друзья! Это что такое? Это из себя что-то корчит человек, да? И вот это тоже вот в настоящее себя возвращать. Это тоже из себя что-то корчит. То же самое... А когда человек в благости живет, он не скрывает счастье свое. Люди в благости просто себя ведут. Они радуются солнцу. Радуются людям. Испытывают счастье в отношении с другими. Понимаете, поэтому надо стремиться к благости. Надо стремиться быть искренним, честным. Желать всем счастья, любить людей. И это будет приводить к настоящему времени постепенно. Потому что душа очищается, становится более святой. Полное соединение с настоящим временем – это жизнь в духовной реальности. Где нет прошлого и будущего. Это описано в бедах. Душа соединяется с вечной настоящей. Означает, что она полностью, обрела полную святость. Но современная культура – это профанация всего. Понимаете? Вселенская любовь – это тоже профанация. Вселенской любовью обладают только святые. Но когда люди говорят, имейте вселенскую любовь ко всем. Давайте будем вселенскую любовь культивировать. Как ее культивировать, если у тебя ее нет? Если у тебя есть 100 рублей, то ты их можешь культивировать. А если у тебя их нет, как ты их будешь культивировать? Как это студент с подругой идет. Хочешь мороженое? Она только посмотрела. Не хочешь, как хочешь, пойдем. Вот, раз идет дальше. Хочешь тортик? Она такая. Только выбирать тортик. Ну, ладно, не хочешь, как хочешь, пойдем дальше. И там, ну, раньше такие были, газированный автомат. Там три копейки бросаешь, чтобы газировка. Хочешь газировку? Она – хочу, хочу, хочу. Чего ты так не раз... Нет, ничего, все нормально. А у нее только три копейки было. Была с ней газировочка. Все, она счастлива. Вот. Поэтому, что тут культивировать? Тебе нет на мороженое деньги, хоть культивируй, хоть не культивируй. Поэтому вселенская любовь – это не то, что можно культивировать. Это то, что человек получает как дар от Бога. Потому что, когда Бог в сердце откликается, человеку Бог в сердце откликается, он сам показывает себя, тогда человек может его полюбить. А только от Бога такая любовь может прийти, больше ниоткуда. Потому что любить можно только кого-то. Ты не можешь пустоту любить. И когда ты Бога любишь так сильно, то ты можешь потом этой любовью любить и всех остальных. Но если Бог не открылся тебе, потому что ты недостоин, как ты почувствуешь вселенскую любовь? Это невозможно. Это просто все опять психологические трюки. То есть людей сажают на эти термины. Или там кундалини-йога. Люди садятся и начинают подпрыгивать на задницу. Это кундалини-йога означает. Ну типа у них кундалини просто уже пошла. И кундалини, когда пойдет, означает, что ты в воздухе повиснешь. Значит, кундалини действуют сильно. Но они на заднице как бы ягодицами себя отталкивают. И вот кто сильнее подпрыгнет на заднице, то того сильнее кундалини действуют. Это профанация, понимаете? Или это бесконтактный бой. Ну тоже чисто на внушении. Там вот как это раз и падают люди. Рукой повел. Но когда он встречается с человеком, который по-настоящему дерется. Но рукой повел, тут как в хари, как дал. Бесконтактный бой закончился, наверное. Слово хари знаете откуда идет? Это древнее слово от слова хари идет. Хари это лик Господа. Вот хари это как бы это от слова от лик Господа. Лицо человека хари. От лик Господа. Бабки Йошки это женщины, которые занимаются йогой. А ведьма это ведическая мать. Ведьма. Ма означает мать. Ма. Ма. Ладно. Мы все решили вопрос? Ну, девушка, вы спросите. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я благодарю вас за ваши лекции, за ваши знания и за тот опыт, который вы всегда надеетесь в своей работе. И желаю вам счастья и безумно, благодаря вам задавайте вопросы, потому что, ну, можете, я не могу сучиться. О, со мной никто не сучиться. Мне тоже хочется с вами прощить. Да, надеюсь, если мне пригласится, позволите. Это небольшой суд. Просто для языка необходимо было с вами поговорить, чтобы почувствовать реалистичность происходящего. Потому что я вообще физически, как бы, трудными знаниями уже слушаю, наверное, лет 30, но ваши лекции слушаю по последнему году, то есть у меня была судьба, и поскольку меня... Что вас... Через YouTube... Что вас стукнуло? Вот, ну, наверное, тут переломаться два года назад к вам. И на реальной лекции, реальной лекции, это и раз сегодня, и это, несмотря на то, что два года слушала, я уже в YouTube, и с того, что время мало, мы прослушали, когда заработал целый день. Я приходила только вчера, и ухожу в ночь, от сова засыпаю, с вашей лекцией, если вы хотите, на поводу знаний, выключаю на двойную скорость. И у меня приехала вас слушать... Ты уже чешухольский штат! А-а-а-а! У меня умерли, почему? Я против. Ну, ну, представите, я вас с вами, я не могу купить, а вот это, наверное, быстро. И я приходила в ночь, и вы просто уже в ночь, и вы ухожу на место, я вас сейчас послушаю, и у меня сейчас к ночь. А у меня есть мандарины-то, что-то они принесли мне мандарины, что-то забыли, что ли? Мне не хочется ей мандарин кинуть. Прямо... Прямо... Решу, сегодня я себя на мандарины практически не допускала, несмотря на то, что у меня это не далеко, но я бы хорошо подумала, что у меня заблокировали соседей, кто-то попал и звонил, чтобы убрали машину и не берут. То есть я не выехал, а потом вырыпал, выезжая с двора, авария на всю дорогу, три машины и три дороги. Я называюсь, что если у меня два, то практически сейчас две города, но вы тоже должны были бы выразить, когда я решаю, что у нас она была открыта, в полотенце, на проблении. Без препятствия не помню, но я уже... Что бы там прошло? Какой вопрос у вас, мой хороший? Нет, спасибо. Вопросы... Ну, а как бы более русы... Спасибо. Вопросы более русы... Как зовут её... ... ... ... ... не пропускали, потому что, господи, телефон не давали, не могли с ней общаться, это было очень тяжело. Был очень тяжелый период. Сейчас я чувствую, за мной, если я из него выхожу, причем благодаря вашей лекции тоже. Я интересно хочу поменять, может быть, у меня корону была, но я сейчас пытаюсь ее разбить. Могла ли я, если я раньше знала силы, проведу его благословляющей молитвы, оставить его в этой жизни в этой реальности? Мои хорошие, вы не понимаете, что есть физическое тело. Оно живет по своим законам. Есть психическое тело, есть духовное. Для того, чтобы человека вылечить, молитва недостаточно. Нужно работать с физическим телом. Физическое тело живет за счет энергии, которая существует в природе. Если человек живет правильно, он делает статические упражнения, это энергию воды всасывает. У человека есть три энергии. Энергия воды, энергия воздуха, ветра и энергия солнца. Движутся три энергии у нас внутри. С возрастом они начинают двигаться медленнее. Особенно, когда плохие периоды наступают. Вот у вас полтора года длится плохой период, и энергия солнца перестала нормально двигаться у вас в организме. Это состояние называется депрессия. То есть вы в подавленном состоянии находитесь. Хотя это подавленное состояние, оно из незнания происходит. Из незнания. Потому что вы не знаете сути вещей. Вы не знаете, что человек живет вечно, он не умирает. И что насильственная смерть часто... Ну, насильственная смерть – это всегда благословение. Это благословение. Потому что, когда человек в насильственной смерти умирает, то он идет вверх всегда, очищается. Вот у вас мама сейчас, она рождается, находится уже в таком эмбриональном состоянии, выше земли. Такая очень красивая планета. Это уже почти райская планета. Там очень красивая жизнь. Там нет технократической цивилизации. Там очень высокие горы. Я вижу эту планету. Очень высокие горы, реки красивые, большие. Намного красивее, чем земля. Вот. Солнце тоже ярко очень светит. Ну, то есть, очень красивая планета. Ей очень хорошо там будет. Вот. Но вы этого не знаете, и вы тоскуете из-за отсутствия знания. Не испытывает счастья, разрушает свою жизнь. Депрессия – это, когда копится у человека в психике, то он сокращает продолжительность своей жизни. Депрессия побеждается постом, побождается солнцем и по желаниям всем счастья. Так что вот эти вещи культивируют. Вообще, в целом, если бы мама, допустим, в неподвижное положение тело делала, культивировала, она бы всасывала энергию воды в себя. Если бы она длительное движение совершала, она бы всасывала энергию праны. Если бы она постилась, то она бы всасывала в себя энергию солнца. Когда человек делает все эти три практики, то его психофизическое тело содержится в очень большом, сильном тонусе, способном побеждать любую опасность. Понимаете? Я когда в бане был в этот раз, то мне один мужчина рассказывал, как он победил, он заболел когда-то, он просто побежал и сжег этот вирус во время пробежки длительной. Я сделал то же самое. У меня был тест, положительный тест был, когда я был в Зеленограде, лекции читал, я получил положительный тест, а мне через несколько дней надо было в Индию лететь. А с положительным тестом никто тебя в Индию не пустит. У меня планы разрушались, и я пошел на пробежку. Зимой тоже зима была, вот примерно такая погода. Я пробежал 17 километров. На следующий день у меня прошел тест, я сделал тест отрицательный и все, и полетел. Ну то есть, если как бы ты слушаешь советы врачей, как бы ты чуть заболел, надо отдыхать, лежите, ложитесь на кровать, не двигайтесь, ручки соединяйте, соединяйте, вот так вот, свечечку, свечечку, зажигайте свечку, глазки закрывайте, вызывайте скорую, скоро уже вы не сможете дышать. Ну конечно человек не сможет дышать, потому что, что такое иммунитет? Иммунитет это когда человек активно движется. Ну то есть, когда человек болеет, вирусная инфекция, ему надо или длительную ходьбу осуществлять, здесь нельзя перегреваться, переохлаждаться, но нужен свежий воздух. И надо постоянно идти, идти, потому что иммунитет означает, что в организме, как вот, допустим, костер горит с дровами, надо дрова подбрасывать, и костер этот сжигает все, что ему попадается на пути. Точно так же в организме иммунитет означает сильный огонь, нужно разжигать огонь, который будет эти вирусы все переваривать, то есть организму нужен сильный огонь. Когда человек лежит в постели, воздуха нет, все закупорено, никакого сильного огня не будет, будет застой в организме, от этого застоя воспалительные процессы, дальше пневмония начинается, потом смерть. А когда человек идёт, движется долго, идёт, 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 то в это время у него воздух поступает в организм, сильно организм борется, сражается в это время. Ощущение, конечно, не очень приятное, когда идёт борьба внутри, но ты, как в жизни, означает борьба, ты идёшь, 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 идёшь. Устал, можешь тогда отдохнуть. Ложись, поспи, а потом, когда проснулся, опять иди. Ну, то есть, когда ты болеешь, тебе надо или ходить, или спать. Два варианта. Потому что нужен отдых, чтобы восстанавливаться, и потом опять идёшь. Питание должно быть лёгким, потому что тяжёлая пища, плохо переваривается, токсины ещё. Токсины микрокапилляры разрушают, а микрокапилляры приводят к повышенной вирулентности в организм. Поэтому вот такая вот практика. И это, ну, вот это именно настроение, потому что что произошло, когда началась вот эта вся вот катавасия? Людям сказали, не ходить, не смотреть, не дышать, маски одевать. Ну, то есть, людей все напугали, настроение стало подавленным. Ну, вот как вы думаете, вот, допустим, война идёт, а вирус – это война в организм. Вот война идёт, допустим, солдаты все перепуганы. Они смогут победить врага? Чтобы они победили, какое у них состояние должно быть? У них должен быть боевой дух. Они должны быть мотивированы, вдохновлённые, сильные, радостные, смелые. Иммунитет – это то же самое. Человек должен быть радостным, смелым, сильным, верить, настроить на победу. Понимаете? И тогда он начнёт побеждать. Конечно, на войне также важно вовремя отвезти раненого в больницу, да? Иначе он погибает раньше времени. Это тоже надо знать, что если плохо становится – едь в больницу. Но при этом так бывает очень редко, когда человек реально сражается с инфекцией в сердце. Ещё нужно оружие. Оружие для, допустим, победы над вирусом является куркума. Куркума – это такая специя, она широкого спектра противовирусное действие обладает. Её надо пить постоянно, мазать можно. Есть рыжиковое масло такое. Это не из грибов рыжиков, а из рыжиковое масло – это есть горчица, растение горчицы. Когда её культивируют, большая, когда горчица вырастает, называется рапс. Вот горчица, она лечит стафилококки и стрептококки. Когда пневмония начинается, вирусная, то в основном все погибают от стафилококков, стрептокков. Поэтому горчичники надо ставить на спину. Это рефлекторное действие. Вот эти рефлекторные действия подавляют активность бактерий. Томрапс, он действует на кишечные инфекции. А ещё выше, вот полтора метра растения, называется рыжик. Потому что он очень такой, жёлтенький, цветочки красивые, назвали рыжик. Вот. И этот рыжик, он если масло добить, то получается это масло противовирусным действием обладает. Если это масло мазать всё тело, вот, рефлекторно вирус подавляется, потому что ему не нравится энергетика рыжикового масла. Вот как, допустим, амброзия, когда цветёт, человеку плохо становится. Потому что амброзия несовместима с человеком. А вот рыжик несовместим с вирусами. И вирусы, они, когда чувствуют это масло, они, блин, что за хрень. И они, им плохо, они не хотят размножаться, у них всё плохо, короче. Жизнь дала трещину. Есть ещё одно такое растение, называется пиполи. Семена пиполи или длинный перец. Это растение тоже редкая специя индийская, но она легко в интернет можно заказать. лон пеппер пишите или пиполи, две п. лон пеппер. И такие чёрненькие, такие, как серёжки ольхи. Серёжки ольхи такие специи, чёрненькая такая длинненькая. Или похожи на зайчий какашек. Зайчий какашек, наверное, вы не видели. Вот. Чёрненькая такая длинненькая специя. Вот. И она на вкус как, ну, немножко более едкий чёрный перец такой. Как чёрный перец, но более едкий. И это семя пиполи, оно, блин, вообще, оно просто зверь по отношению к этим вирусам. Оно широкого спектра противовирусное средство, и можно его кушать, просто пищу добавлять или заварить чай с ним, очень сильно помогает. Пиполи, куркума, рыжиковое масло. И ходьба, и свежий воздух. И можно человека вылечить, дать ему жизнь. У меня мама 75 лет, она вот всё это делает, и она недавно вот заболела, ну, чуть-чуть поболела там, ни пневмонии, ничего, просто простуда. Температурка была большая. Ну, а до этого она всю пандемию вообще не болела, я её заставлял там, у меня есть спрей такой, я разработал спрей. Это 8 видов масел, смешанных в определённых точных пропорциях. В Амрике у нас можно заказать в оздоровительном центре на сайте. Он стоит там 600 рублей где-то. и этот спрей, он, если его в нос брызнуть, вот я всегда сюда еду, брызгаю, раз в одну назрю, раз в другую, раз в рот. 7 часов, он на слизистых масла остаётся. Если вирус попадает, это хорошо. Потому что, если он попадает, он теряет силу сразу, и организм потом на него вырабатывает иммунитет. Он становится пассивным, это как вакцина он действует. А если не попадает, ещё лучше. Какое название? Просто арт-иммунити спрей. На нашем сайте у нас один только спрей против вирусных. Я два года уже брызгаю, я вообще не болею. Никакими вирусными инфекциями. Я знаю много людей, даже пожилых, которые два раза в день брызгают утром и вечером в нос и в рот. И всё, и они не болеют, просто не болеют вирусными инфекциями. Что? Мы только им лечим. Да? Вот тминца, вирусные инфекции, не болеете тоже. Не болею, она мне помогает. Сейчас в клубе была, если вы загорали, и вы стояли. Да, мои хорошие, вот покупайте спрей, пользуйтесь, тоже очень круто. А у нас новое рыжаковое масло сделано, но там другие, там ещё есть масло черного тмина, масло куркумы, масло гвоздики, масло эвкалипта, масло лаврового листа, масло нима. В общем, восемь масел в определённых пропорциях смешаны. И они не только против вируса, они также улучшают мозговое прообращение, так сделать, чтобы мигрени тоже лечились заодно, и мозги начинали шевелиться лучше. Ну то есть, в общем, вот так примерно. Ну то есть, но если Бог забрал маму, значит ей так лучше. Понимаете, в этом мире всё очень закономерно. Здесь не то, что я виновата, если б я могла. А вот женщинам нравится себя во всём винить, я виновата, всё, я такая плохая, маму не спасла. Это чисто женский прикол такой. Вот мужики, наоборот, они ни в чём не виноваты. Всегда хороши. Ну и людям не нравится, что они ни в чём не виноваты, поэтому и всегда, женщины всегда считают мужиков виноватыми. Поэтому биография мужчины такая, родился, побыл виноватым, умер. Биография мужчины простаивается. Жена в августе. А? Жена в августе. Ну, это у всех мужчин, жена же всегда считает мужа виноватым во всём. Я хочу решить, закончить вопрос. Может быть, у меня было ощущение тоже было, что это национальное, и сильно, как в момент, когда я на родственном приёме уход с мамой. Но было столькое ощущение, что, как вы сказали, она находится сейчас в состоянии мирового. Мне казалось, что её душа, при родителе, в этой жизни, у меня брат, может, уже 15 лет, а жена из-за детей, не вожу. Ну, мои хорошие, это всегда тоже современный прикол. Нам кажется, что вот все родственники, как бы это тоже, песня же это, «Когда меня не станет», а? «Своих детей» и «Голосами их детей». Я слышал на эту песню пародию. «Когда меня не станет, сарай достройте сами». Из тех камней или из тех камней называют кирпичами. Цемент лежит за баней. Цемент водой залей, потом ещё залей. Когда момент настанет, цемент вдруг твёрдым станет, то запускает свиней и поросят детей свиней. В жизни так бывает, свинья свинью рожает, круговорот свиней. О, мама! «Старай». А, нет, свиньёворот свиней не крыло. «Когда деньжат не станет, торгуйте волосами своих детей и волосами их детей. Когда держат хватает, пусть волос отрастает Как у лошадей Ну вот такая вот, вроде такая смешная Ну а само на самом деле это все глупость Потому что люди рождаются в очень... Этот мир необъятен в разных местах Очень редко, когда человек рождается где-то рядом У меня был только один случай Один молодой человек мне в Новокузнецке показал фотографию Говорит, вот девушка утверждает, что она была вот этим человеком в прошлой жизни Она когда в квартиру пришла, она даже показала шарфик На котором она повесилась и ушла из жизни Она узнала эту квартиру, пришла к ним домой, познакомилась с родителями Я посмотрел, правда, девушка действительно Была мальчиком, муще парнем в прошлой жизни, который закончил жизнь самоубийством И она была в теле привидения, потом родилась в женском теле И вспомнила свою прошлую жизнь, такое бывает, но очень редко В основном все рождаются где попало После насильственной смерти обычно все в рай идут Там, кто помер, все в рай пошли, в основном За исключением редкого вида косяков, которые прямо очень сильно В пьяном угаре как бы заболели Конечно, вряд ли тогда они в рай уйдут Когда не зачинается ребенок в женском теле Это значит, что энергии на двоих не хватает у женщин Вот тело не хочет зачинать, потому что на двоих энергии не хватает Энергия берется от природы Вот женщины начинают в воде, вот все по методичке Вот методичку берете Методичку берете и понеслась Я хотела ее принести Кого? Методичку? Вот методичку скачиваете Методичку скачиваете И поехали Статика, вода, статика, динамика, пост И делаете по графику Через 8-9 месяцев блоки очистится И любая женщина, у которой работают гормональные функции А это до 40 лет спокойно А после 40 лет, если сильно напрячься То можно зачать ребенка То же самое мужчинам В основном всем просто аскезы и все, и все получается У нас, ну как бы, есть еще такое понятие Перераспределение энергии Здесь уже вопрос делать техники И у нас сейчас буквально за месяц Начнет работать программа То есть здесь такие эфирные масла Которые, ну хорошо, правильно делаются Я много эфирных масел видел Но эти действительно хорошие Это дайтера фирма Я взял, раз вижу, что хорошие масла А эфирные масла это энергия огня Огненная энергия, она также и гормональная энергия Поэтому все гормональные функции поддерживаются еще и эфирными маслами Я взял на каждую болезнь Сделал по 10 пробников Я взял разные, 10 разных видов бихсплодия И прямо индивидуально подобрал людям 10 видов масел И потом экспериментально попробовал Всем женщинам одно из этих 10 подходит очень хорошо И получились какие-то определенные пропорции этих масел По 15 масел Одним маслом так не вылечишь И взял Своему одному хорошему другу С женой дал эти масла Они все делают, чистки все эти делают Но что-то у них все равно не хватает Видно что-то энергии И они начали мазаться Полгода помазались Вот эта зона в ухе Она связана с женскими и мужскими гормональными функциями И они вот сюда масло мазали каждый день Через полгода от беременности Вот Ну то есть если все делать и не получается Можно масло у нас будет заказать И масла, это масло хватает там Год мазаться, а то и полтора легко Масла там много же не надо Чуть помазать, и весь день ходишь Можно это тоже делать Но если они будут маслом мазаться И энергию не будут поставлять в организм То это масло быстро сожжет Остатки энергии еще хуже будут Потому что любое лечение Таблетки, иглоукалывание Все-все любое лечение Массаж, какой бы вы ни использовали Это всего лишь перераспределение энергии в организме Само это лечение энергию не дает Она просто направляет энергию куда-то Вот допустим массаж делают Энергия пошла в кожу Или в мышцы, или в позвоночник там у человека Иголки там, энергию в голову там Или еще куда-то повели Но если вы лечитесь У вас энергия быстро кончается Если вы на природе не ходите Потом дальше это же лечение начинает вас перегружать Вот этот феномен, что лечение перестает помогать И начинает вредить Означает, что энергия для лечения кончилась Понятно? Бабушка приходит к врачу Говорит, я что-то не мочусь Говорит, а сколько вам лет? Доктор говорит, 80 Он говорит, все, кончилась моча Понятно? Уже в возраст, бабушка Энергия кончилась, никакого лечения Понятно? Поэтому энергию потребляйте Из Саратова Пошли на улицу и пошли энергию вырабатывать Все Понятно? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...